Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Олег Цаин, компания Агрожелания. Мы официальные представители немецкого завода КВД, который изготавливает агрегаты по технологии Култан, а также комплектующие к данным агрегатам. Кто не в курсе технологии Култан, это инъекционное внесение жидких азотных удобрений в пущу на глубину 6-7 сантиметров. Сегодня 30 октября 2021 года, мы находимся в Харьковской области, это Коломатский район, на фермерском хозяйстве ПСП Кисивске. Сегодня мы находимся на поле кукурузы, происходит уборка кукурузы в данный момент, сейчас комбайн поехал в ту сторону, будет возвращаться. Для чего мы приехали? Фермерское хозяйство приобрело весной агрегат по технологии Култан. Это украинско-немецкий агрегат серии АПИ, который производится в Украине. Кто не в курсе, мы производим в Украине раму и собираем из оригинальных немецких, итальянских, австрийских комплектующих. То есть на выходе получается достойный агрегат европейского качества, но за доступные деньги в Украине. Сейчас мы находимся на поле кукурузы, на данном поле носили удобрения по технологии Култан. На данное хозяйство мы приехали для того, чтобы задокументировать конкретно уборку кукурузы. Здесь опытов никаких фермерское хозяйство не закладывало, я имею в виду традиционным методом и технологией Култан. Друзья, здесь рядом с полем граничит соседское поле, их отделяет только грунтовая дорога. И еще в конце лета фермер мне сбрасывал видео, мы его приложим сейчас к этому видеоролику, вы увидите. Очень сильное отличие, там где его сосед, работая традиционным методом, выносил удобрения. И там где его поле с Култаном, то есть видно очень сильно по цвету растений, то есть по развитию самой кукурузы. Если при традиционном методе она уже снизу пошла реутилизация, там уже около метра желтые листы просвечались, то его стояла еще вся зеленая и даже верхние листы, они все стояли вертикально вверх смотрели. То есть это показывает то, что азота еще было достаточно для того, чтобы наливать початок. С данного фермерского хозяйства мне сбрасывали фотографии на кукурузу и на этом поле, и на другом поле. Какое у нее было развитие, мы сейчас тоже фотографии сюда приложим, вы посмотрите. Мы на выставке показывали на фермерских хозяйствах эти фотографии и никто не мог поверить, что это поле без орошения. Но можете поверить на слово, мы сейчас за этим квадрокоптером здесь везде, здесь орошения в принципе ни у кого нету. Поэтому фотографии реальные, то есть кукуруза была больше четырех метров и очень хорошо сформированные были початки. Сейчас мы хотим вам просто показать, какая урожайность в данном регионе, на данном хозяйстве кукурузы. Мы прекрасно понимаем, какая урожайность на сосисских хозяйствах, в принципе по Хайкинской области и Полтавской области, потому Коломатский район, он граничит с Полтавской областью. В принципе картинку общую мы можем понять, какую урожайность дал традиционный метод и какую урожайность дали поля с технологией Култан. Наверное вы хотите задать вопрос, в какую фазу же все-таки работать технологию Култан именно по культуре кукурузы. По кукурузе начинаем работать в фазе 3-4 листов и работаем до фазы пока рост растений не начинает доставать до рамы самого аппликатора. Всем известно, что максимальное потребление азота кукуруза идет в фазе 10-11 листов, то есть до этой фазы мы закладываем депо удобрения, то есть ложим на глубину 7-8 сантиметров, создаем банк удобрения для того, чтобы когда придет фаза 9-10-11 листов, чтобы азот находился уже в доступной форме в прикорневой зоне. Друзья, наверное еще много кого интересует какой гибрид был посеян, в какую пору, сколько осадков выпало и так далее. К сожалению руководителя хозяйства на месте нету, с удовольствием бы сейчас он бы дал с нами интервью, рассказал все нюансы касаемо его посевов в 2021 году. Мы все равно сейчас сядем на комбайн, пообщаемся все-таки с механизатором, покажем вам какая урожайность на данном поле, взлетим квадрокоптером, посмотрим какое развитие кукурузы и слетаем квадрокоптером на другие поля, на традиционный метод, посмотрим как она выглядит, посмотрим на початки сейчас я вам покажу. Сложив всю картину в принципе мы можем видеть итоговый результат, то есть можно о чем-то будет судить. Вот давайте сейчас мы любой откроем, я вам покажу. Вот посмотрите какой замечательный початок, то есть на каждом растении смотрю по одному початку, он полностью выполнен. С фермерского хозяйства мне позвонили, вот предварительно я знаю какие здесь результаты, скажу так, что минимальный сейчас результат на поле, то что минимум фермерское хозяйство сейчас убирает, это 107 центнеров, ну а максимум вы узнаете в конце данного ролика. И так друзья, давайте теперь посмотрим на нашу урожайность в реальном времени, сейчас подъедет на этот край поле комбайн, мы сядем и посмотрим какая урожайность на данном поле, предварительно мы сейчас квадрокоптером отобьем точки, узнаем какой гон, мы понимаем, что у нас восьмирядная жадка, это 5 и 6 метров, вот, ну и от этого уже можем посчитать реальную урожайность до того, как забьется бункер, съездить на весы и все это взвесить. Поехали! Высокая кукуруза здесь, да? Высокая кукуруза здесь, да? Высокая кукуруза здесь, да? Едем на весы. Итак, дорогие друзья, сейчас мы хотим показать вам какие гоны, здесь вот у нас комбайн начал вот здесь вот убирать, по этой стороне пошел. У нас получается на квадрокоптере здесь дистанция, дистанция от того, где мы взлетели. Вот наша машина стоит, то есть мы не с краевого поля подъехали и так далее, то есть мы берем 231, сейчас мы начнем, где начинал комбайн, вот он, вот отсюда он стартанул, начал убирать и, и пошел, и пошел туда, на тот край поля. То есть здесь мы видим, что здесь 231 метр, это удаление до нашей машины. То есть, когда мы сейчас будем мерить какой гон, то он сначала будет идти на уменьшение, дойдет до линии с нашей машиной, а потом пойдет на увеличение. То есть мы запомнили цифру 231, сейчас я хочу взлететь повыше. У нас режим спор, чтобы он быстро померил. Вот еще раз смотрим. Мы с точки не сдвинулись, 231 метр, вот отсюда начало было. И теперь летим в край поля. Наш второй оператор снял за один гон, за один проход, два раза бункер набрался, сыпали в машину и поехали на взвешивание. Мы видим, вот у нас дистанция уменьшается, было 231, вот мы сейчас, вот дистанция 65, 64, 63, то есть это приближается к точке нашей машины. А вот сейчас идет уже на увеличение. То есть мы летим в другой край поля. Вот мы видим, комбайн уже заходит в обратную сторону, едет. Мы сейчас его тоже облетим. Но нам сейчас надо понимать, какой длинный гон. Потому что мы понимаем сейчас, какая она жадка. Жадка у нас 8-рядная, это 5,6 метров. То есть мы сможем понимать, какую площадь в одну сторону он убирает. И от этого поймем, сколько он убрал с этой площади. Весы покажут, сколько это в килограммах. И мы будем понимать, какая урожайность у нас в гектарах. Ну, предварительно могу сказать, что мы уже летали. Здесь гон получается 1 километр 800 метров. Звонит наш коллега Алексей. Сейчас на громкой связи. Что делаете? Алексей, ты на громкой связи в прямом эфире. Расскажи, что там за результаты у нас? Результаты? Результаты я успел только снять на видео в тетрадке. Потому что мы только заехали на весы. По-моему, где-то 14 тонн, если я не ошибаюсь. 13-14 тонн где-то так в машине. Нет, ну ты... Если нужно точно, я сейчас зайду в кибитку и еще раз пишу. Да, да. Зайди и точно скажи, какой вес был. Это у вас, получается, вы два раза сыпались, да? Пока доехали до того края, да? Ну, два бункера было, да. Но сейчас я еще раз спрошу. Это последняя машина. Ну, ты трубку не ложи. Мы тебя сейчас снимаем. Выложим это все в видео. 13-160. 13-160? Да, последняя машина. Угу. Ну, это два раза сыпались, два бункера, да? Да, два бункера сыпались. Так, смотрите, друзья. Мы долетели до конца гона следующего. Вот мы видим 1644 метра и припрессовываем туда 1231 метр. То есть, все, Алексей, давай, едь к нам. Давайте. Хорошо, сейчас приеду. Угу. То есть, получается, грубо говоря, 1876 метров получается у нас гон и на 5,6. То есть, пока мы дрон будем возвращать, давайте мы включим калькулятор и посчитаем. Смотрите, у нас получается 1870 метров, грубо говоря, умножаем на 5,6. 5,6 это ширина жадки. То есть, 10472 квадратных метра. Ну, переводим в гектары. То, что всем известно, что 10 тысяч квадратных метров это один гектар. Получается 1 гектар 4 сотки. Ну, грубо говоря, 1 гектар, да. И сейчас вы на видео слышали, что у нас 13 тонн 160 килограмм. То мы можем сказать, что 131-132 центнера это точная урожайность. Уже не меньше, чем 132 центнера с гектара. Когда руководитель хозяйства мне звонил, он говорил, что они убирают в районе 130-135 центнеров. То есть, для Харьковской области, Коломовского района, такие результаты по кукурузе, это реально очень хорошие. Так, давайте сейчас мы облетим. Как раз сделаем съемку. Облетим наш комбайн. И сейчас я вам хочу показать, какая высота кукурузы. Действительно поражает. Потому что в этом районе, в Харьковской области, действительно таких результатов немного кто может похвастаться. Я бы даже сказал, мало кто может похвастаться. Но вот мы видим, что кукуруза у нас вообще до кабины. То есть, до головы, грубо говоря, механизатора. То есть, вот сейчас мы здесь вот видим. Мы вам приложим картиночку. Вы увидите, как это из квадрокоптера выглядит. Сейчас мы с другой стороны залезим. Ну, даже здесь, я думаю, видно, да? Видишь, как кукуруза прям почти по крышу комбайна. То есть, ну, это реально круто. Скажу вам так, что в Коломовском районе, Харьковской области, кукурузу сейчас убирают там вообще, начиная от 60 центнеров. Там, ну, максимальный результат, что нам известно, это был 90 центнеров. Вот, по традиционному методу. Вот. Но с помощью технологии Култан, действительно, можно очень хорошо прирасти в урожайности. Потому как, особенно, такая культура, как кукуруза, она может попасть как раз в такую пору года, когда осадков может быть минимально. И всем известно, что при традиционном методе внесения удобрений, когда почва сухая, это менее эффективно, нежели мы можем инъекционно внести. Кстати, друзья, я, наверное, не побоюсь этого слова, что, возможно, это рекордный урожай в Харьковской области. Вот. 135 центнеров с гектара мы сейчас убираем. Это вот реально все на ваших глазах. Поэтому, если у кого-то в Харьковской области результаты лучше, напишите в комментариях, у кого какие результаты и каким методом было внесено удобрение. Потому что удобрение это очень важная часть выращивания любой, в принципе, культуры практически, тем более кукурузы. Итак, друзья, подошли к концу наша уборочка. А сейчас давайте подведем итоги сегодняшней уборки. 30 октября. Фермерское хозяйство, которое находится в Коломасском районе Харьковской области, у нас получилось 133 центнера с гектара урожайность. То есть, ну, она немножко колеблется от 130 до 135. Возьмем среднее значение, где-то 132, 130-30 центнера с гектара. Это очень хороший результат. Не побоюсь даже этого слова, что, возможно, самый лучший результат по кукурузе в Харьковской области. Кстати, у кого будут результаты выше, то напишите, пожалуйста, в комментариях, либо свяжитесь с нами. Просто интересно сравнить с разными другими фермерскими хозяйствами, возможно, с технологиями и так далее. Ну, здесь мы добились таких результатов благодаря, конечно, профессиональной работе, начиная от подготовки почвы до уборки, естественно. Ну, и значимый вклад в такую урожайность дала инъекционная технология Култан. Поэтому, друзья, всем советую идти в ногу со временем. Не бояться новых технологий, не бояться перемен. Использовать технологию Култан инъекционного внесения жидких азотных удобрений без потери азота. И получать очень высокие результаты на своих полях. Все, всем спасибо, всем пока. С вами был Алексайин, компания Грожилая. Всем хороших результатов. С вами был Игорь Негода. 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 С вами был Игорь Негода.